Куда мы собираемся ехать, Дима? Мы пару десятков сосисок? Да. Смотреть на разные вещи. Старые вещи. Мы реально поедем туда. Туда. Там где звезды? Там где-то? Туда? Кто это? Шариков. С каждым разом от Алиски уходить все сложнее. Она становится взрослее и понимает, когда мы уходим. И все время тянет ручки и просится, чтобы мы с ней посидели. Постоянно какие-то игры придумывают, чтобы мы с ней играли. А ей всего 10 месяцев, и это... О, мы здесь уходили, и мне опять стало так жалко, что мы уходим без нее. Скорее бы она уже подросла, мы будем брать ее везде. Просто везде, где можно, она будет видеть с нами. Даже везде, где нельзя, мы будем брать ее с собой. Конфуз я перекутала машины. Подошла к чужой машине, начала в нее ломиться и орать, почему не открывается дверь. А-а-а... Проблема не гораздо распродажа была в том, что там, как я показала, в том, что они продавали арабские духи. Сильнее всего в жизни, наверное, кроме запаха арабских духов, я ненавижу ничего. Это отвратно. Как только я чувствую запах вот этой вот штигни, заткнуть свой нос. Это прям ужас какой-то. Так что нам пришлось с Димой покинуть эту гаражную распродажу. И он сказал, что там еще много ништяков, которые он не хотел, все ее приобрести. Так что, возможно, в будущем. Ярмарка, которая новенькая, очень сильно понравилась, потому что там много-много арт-элементов, много ручной работы. Она вся креативная, вся необычная, все доброжелательная. Есть похавать, есть попить кофеечек. Ну и в целом провести приятное время, потому что каждый тебя зазывает к своему стенду. Каждый хочет дать тебе какой-то подарочек, сувенирчик. Лишь бы тебе очень сильно захотелось остаться здесь подольше, а возможно и раскошелиться. Че, мне 5 секунд осталось. Согласен. По сути, мы здесь на вильном заводе, и здесь... О, о, давай туда зайдем. Вот туда. Наивно очень. Наивно очень. Внутри все оказалось проще, мы поняли, почему это необычный магазин. Он выглядит очень странно, потому что весь магазин состоит из принтов, будь это футболка, или игрушка, или подушка художников-аутистов. Да, но рисунки такие, знаете, измененные. Опигенные, на самом деле. Нет, 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 рисунки там, идеи классные. Идея, да, именно концерт такой интересный. Но, к сожалению, мы сейчас не можем себе купить эту подушку, потому что у нас более важные цели для накопления есть. И тратить полторы тысячи рублей на подушку... Я хочу сказать, что мы не просто так, типа, знаете, же дуем, копим на очень крупную цель, на которую копить нам еще года три. Подушка за полторы тысячи может подождать года три. Вот, про выставку старых вещей ничего положительного сказать не можем, ибо сразу слет у нас встретил огромный дикий перегар. Все бухали, я оказался с Евой как будто бы на базаре, а не на выставке. Люди злые, люди... Ну, нет, те, которые бухали, были навеселе, но, в принципе, недоброжелательные. Все как-то саркастически шутили, и все было дорого, необычайно, непонятно почему. По две по три тысячи, блин, за одну брошку. В общем, впечатления именно выставки старых вещей такие себе. Попадались даже люди, которые запрещали тупо снимать свои товары. Видать, продаются хорошо. Тем временем мы уже дома успели и поесть, и погулять. Глаз мне пальцами. Мама там вот, он работать пытается, а тут пришла Алиса и внезапно решила, что масочка не очень нужна. Что ты делаешь? Папа, вот здесь играет в футбол, и вот здесь папа в футбол играет. В общем-то, сейчас мы еще посмотрим кино, и потом уже ляжем спать, потому что мы жутко хотим спать. Алиса, и знаете, за чем мы хотим спать? Из-за этого. Вот это из-за этого. Сегодня, чтобы поездить к этим выставкам, которые она очень сильно хотела посетить, нам пришлось вставать гораздо раньше положенного. Всем большое спасибо за просмотр этого влога, и всем пока-пока. Да, это только понедельник, что вас ждет дальше? Алиса, давай. На танцует.